Для поддержания женского предпринимательства в сфере информационных технологий в Узбекистане, а также преодоления гендерного дисбаланса, IT-парк запустил проект Tumaris Tech. Так, 11 марта в IT-академии Astrum состоялась Центрально-азиатская выставка стартапов Tumaris Tech Expo. В ней приняли участие советник министра цифровых технологий Камола Сабирова, генеральный директор Билайн в Узбекистане Анджей Малиновский, директор по цифровым продуктам группы VION George Health и многие другие международные партнеры IT-парк. В ходе мероприятия прошла конференция, посвященная возможностям для развития женщин в технологическом предпринимательстве. Стоит отметить, что за время своего существования Tumaris Tech было реализовано 113 стартап-проектов, более 200 студентов прошли обучение на IT-курсах. Добрый день, меня зовут Мира, я представляю стартап My Health из Бишкека, из Кыргызстана. Летом мы участвовали в акселерационной программе Tumaris Tech и были отобраны в топ-10 лучших стартапов. Наше приложение позволяет прививать людям к культурой приведенной медицины, не забывать вовремя принимать лекарства и витамины, потому что это обязательно для эффективного лечения, а также вовремя делать профилактику, чтобы не тратить потом время и деньги на дорогое лечение. Мы очень удивлены организацией сегодняшней выставки и очень благодарны за такую поддержку для стартапов. Они буквально все продумали и приготовили за нас вот такие красивые печатные материалы, избавили стартапы от очень большого объема организационной работы. Это чувствуется воля и чувствуется государство. Вот в таких вот мелочах. Большое спасибо команде IT-парка Узбекистана за такую поддержку. Благодарю вас. После конференции состоялась церемония, в которой проект Easy Step, АДУ-24, компания Happy GG, стартап Derma Market, проект Mavi Jobs были награждены и признаны лучшими стартап-проектами. Основательница женского комьюнити Wonder Woman Рада Иславова рассказала, как ей помог проект To Maristech. Абсолютно всех женщин объединяют одни и те же боли, которые я сегодня озвучила. Им не хватает вдохновения и мотивации, то есть им не хватает поддержки друг друга. Им не хватает безопасной среды, где их не осудят, не будут смеяться над ними, где они смогут искренне сказать, а их искренне поддержат. И у меня всегда было желание что-то сделать для своей любимой родины. И, конечно, когда я узнала о том, что To Maristech выходит на рынок Центральной Азии, они пришли, мы уже были знакомы, мы уже на тот момент подписали меморандум о том, что мы будем взаимодействовать в рамках развития женщин и женщин в IT-индустрии в частности. И они пришли к нам с вопросом о том, можем ли мы помочь им в предоставлении экспертов, потому что в нашей менторской программе 45 менторов из разных стран. У меня у самой хороший нетворкинг, ну, по крайней мере, на базе Казахстана точно. Ну, и, в принципе, да, то есть экспертов, которые в IT-индустрии, мне знакомы ребята, которые действительно искренне могут просто отдать, потому что это же совершенно бесплатный проект был, как для нас, как генерального партнера, так и для спикеров, которые выступали. Поэтому мы были теми, кто на 80% предоставил всех спикеров. То есть и в инкубаторе, и в акселераторе выступали спикерами на 80% женщин, и мужчины, кстати, тоже, которых привлекали мы, как андро-вумен. Это были как эксперты и ментор в андро-вумен, так и хорошие мои знакомые, с которыми я когда-то работала в IT-индустрии. Для меня это огромная честь. И видеть победительницей, видеть вообще, как меняется мышление женщин, и быть как бы в сотворчестве с эти парком Узбекистана, для меня, правда, это огромная-огромная большая честь. Есть огромный стереотип, что если что-то бесплатное, значит, оно не очень. Мы привыкли, да, не ценить бесплатное. Наш проект «Стумарис» — это, на самом деле, абсолютно бесплатная история, где любая женщина могла подать заявку. Мы отбирали, мы тратили свое время на то, чтобы женщины прошли в эту программу, и также мы потом тратили свое время, чтобы женщины прошли до конца ее, да, и выпустили с какими-то результатами. И для меня возможность, как бы, как внутри, да, как профессионала, убедиться в том, что мы можем делать круто бесплатно, это очень важно. То есть это тоже стереотип, с которым я не борюсь, но мы, на самом деле, показываем обратную сторону, что можно. И, наверное, это самое главное, что мы для себя берем, что мы убедились в том, что нашей экспертизы достаточно для того, чтобы делать какие-то вещи бесплатно. Редактор субтитров А.Семкин